Православная молитва «Живой помощи». Быстрый переход к молитвам в религиозном мире известно множество молитв, все они представлены в различных сборниках. Так православные псалмы содержатся в псалтыре как и молитва «Живой помощи». По общему признанию, данная молитва является самой сильной и имеет защитную направленность. Если прочитать текст «Живой помощи Вышнего», то без труда можно выявить ее невероятно мощную защитную энергетику. Известен интересный факт, связанный с молитвой «Живой помощи Вышнего». Так, согласно преданию, в годы Великой Отечественной войны работницы ткацких фабрик, выпускавших военную форму, вшивали текст молитвы. Поиск гимнастерки и шинели. Разумеется, все это делалось по собственной воле, никакого указания на то не было. Учитывая антирелигиозную направленность того времени, «Живая помощь Вышнего» вшивался партнихами тайком от руководства предприятия. Она предназначена для защиты верующих от самого разного рода напастей. Традиция вшивать в солом пояс зародилась еще на самой заре становления православия на Руси. Церковью создание подобных оберегов не одобрялось, поскольку в христианстве в качестве талисмана допускается ношение исключительно нательного креста. Однако сегодня вышивание надежды и молитвы разрешается. Даже среди язычников православная молитва «Живая помощь Вышнего» славится как лучший оберег от сглаза и порчи. Молитва «Живая помощь» «Живая помощь Вышнего» в крови Бога Небесного во дворица речет Господеве «Заступник мой еси» и прибежище мое «Бог мой» и уповая на него. Яко то избавит мя от сети лавчи и от словеси митяжна плечма своема осенится и подкрыль его надеяшися оружием обойдет тястина его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего дни, от вещи во тьме приходящие, от срящая беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча и тема десну тебе, к тебе же не приближится, обоча чима твоим смотриши и воздаяние грешников узриши. Яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище твое. Не придет к тебе зло и рана не приближится телесе твоему, яко ангелам своим заповестья тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмутся, да никогда приткнешься камень ногу твою, на аспи да и Василиска наступишь и поперешься льва и змея. Яко намя улова и избавлю покрылья, яко позна имя мое. Воз зовет ко мне и услышу его, с ним есм мягкий знак в скорби, изму его и прославлю его, долготой дни исполню его, явлю ему спасение мое. Читать далее. В чем особенность псалма? Слушать девяностый псалом Давида довольно сложно, но еще сложнее его произносить как на русском, так и на других языках. Выучить данный псалом на церковнославянском невероятно трудно, поэтому допускается чтение «Живая помощь Вышнего» с бумаги. Для наилучшего понимания псалма рекомендуется прочитать его перевод, который имеется в открытом доступе на просторах интернета. Перед прочтением данного молитвословия рекомендуется исповедаться в грехах и причаститься. Количественных рамок прочтения молитвословия не существует. Многие считают, что лучше всего прибегать к нему до сорока раз в день. Людям больным и порабощенным бесами псалом «Живая помощь Вышнего» требует выучить наизусть и не менее сорока раз молиться в течение дня. Перевод значения «Вышнего» в русском варианте означает «Всевышнего». Так первые слова текста «Живущий в помощи» с помощью Всевышнего. Своё название девяностый псалом получил в честь первых слов, с которых он начинается. В Евангелиях от Луки и Малтфея встречаются цитаты из этого молитвословия. В западном христианстве такая молитва читается в период вечернего богослужения. При этом в литургические годы принято возвращаться к псалму в первое воскресенье Великого Поста. В средние века данной молитвой сопровождали Страстную Пятницу. Восточная Церковь сопровождает таким молитвословием панихиду и отпевание, а также богослужение шестого часа. Эффективность молитвословия «Живой помощи» Вышнего – одна из самых сильных христианских молитв. С божественной помощью после прочтения святых слов удается преодолеть невероятные трудности, уберечься от негативного влияния и излечиться от болезней разной степени тяжести. Известны случаи, когда данный псалом излечивал людей от глухоты и слепоты, эпилепсии, опухолей и прочих серьезных недугов. Произнося ежедневно сорок раз заветные слова, можно не бояться никаких неприятностей и злого умысла, не порча, не сглаз, не коснуться верующего. Нельзя сказать, сколько сыновей и мужей вернулось с Великой Отечественной войны живыми и невредимыми, благодаря святым нашивкам, однако факт остается фактом. Молитвословие следует заучивать в раннем детстве, чтобы привить привычку ежедневно к нему обращаться. Этот текст является сильнейшим из всех, его защитные свойства не превзойдены. Постоянное ношение этих чудодейственных слов может уберечь человека от смерти и избавить от неприятностей. Известны случаи, когда хранившийся в кармане листок со словами помогал избежать смерти в автомобильной аварии, тогда как другие пассажиры транспорта погибали. Самым бесценным сокровищем является человеческая жизнь, поэтому оберегать ее следует всеми силами. Прежде всего, молитвословие должно быть в наличии у детей, они только начинают свой жизненный путь и стремятся преодолеть все встречающиеся невзгоды. Защита маленьким жителям планеты не помешает. Видео, молитва, живые помощи.